Всем привет, с вами Костян, мы по-прежнему во Вьетнаме. И вы знаете, мне сегодня захотелось посетить те ресторанчики, благо их здесь просто раз, два, три, где будет исключительно хот-поты. Хот-потов мы пробовали довольно много, но здесь мы зашли именно за специальными видами хот-потов. То есть, во-первых, тайский, а во-вторых, из Далата. Он считается классикой далатовского хот-пота на курице. То есть это тоже очень интересно. Начнем с тайского. Продолжение следует... Продолжение следует... Главная отличительность тайского хот-пота в том, что, во-первых, он стоит на одного человека 79 тысяч, А как вы знаете, здесь хот-поты начинаются от 200 всегда. И это довольно дорого, если это на двоих. А здесь на двоих будет 160, что довольно прилично дешевле. Во-вторых, тайский хот-пот это на бульоне, конкретном том ямистом, таком серьезном бульоне, Но с небольшими нотами, как меня предупредили, вьетнамскими, то есть чуть-чуть послаще обещали. Посмотрим, как это будет выглядеть. Вот нам уже и подоспел хот-пот. Сейчас приборы принесут, и я в очередной раз подозреваю, что для одного это много. Прежде всего, это даже две пачки иноки в беконе завернутые. Креветка одна, но это здоровая креветка. Это у нас называется, знаете, вот этими вот королевскими и прочими креветочками. Я еще было думал, а где бульон, а вот он потихоньку начинает закипать. Затем полноценный, наконец-таки, кальмар со щупалками. Затем тофу, затем даже есть какие-то ракушки, рыбный шарик, кукурузка и даже лапша тоже присутствует. Это еще один кусочек тофу. Так, а это что? Еще и рыба! Господи, это еще и кусок рыбы, ничего себе! Они укладывают это специальным образом, так, чтобы это все вот вниз сейчас, за счет вот этого бурления, значит, провалилось. Я не буду трогать ничего, пускай вот оно как должно быть. А кальмара, вот я долго держать не буду, кальмара мы будем пробовать уже скоро. Я его вот тут поглубже сейчас запихаю, чтобы он пробурлил свои 40 секунд, минутку. И все, будем пробовать. Все, вот я его повертел, где-то порядка 40 секунд в общей сумме он пробурлил. Можно пробовать. Да, и здесь ты не промажешь. Это именно то, что нужно. Кобя тоже готова. Щупалки пускай поварятся, я их пододвину в горящее место. И вот я бы креветочку еще перевернул, вот пускай с этой стороны поварится, и тоже будет готово. Ну что же, попробовать кобию. Это одна из лучших рыб, которые здесь можно вообще встретить, найти. Да, черт возьми, да. Потому что реально ей не нужно долго готовиться. Вот переварите, пережарите. Это как с лососем. То же самое, один в один. Буквально там, ну я не знаю, лосось хорошо прожаривается до медиума. И, ну где-то за, там, не знаю, 3-4 минуты, в зависимости от толщины куска. Я говорю про, примерно, 2,5 сантиметровый. А вот здесь вот он, примерно сантиметровый. И вот он проваривается как раз-таки за 2 минутки. Вот это то, что нужно. Вкуснейшая рыба. Главное, костей нет. Серьезно, это отлично. А вот и щупалки. Они тоже готовы. Слушайте, наконец-то. Наконец-то. Во-первых, изнутри глазюки почищены. Ну, кальмарчик не крупный, поэтому на клюв тот же самый я особо внимания не обращаю. И, как всегда, как всегда, для одного это много. Вечером, когда я приехал, чтобы объесться и уехать отсюда, вот прям действительно объевшимся, мне бы этого выше крыши. А вот этот слегка уже у нас закопанный был кальмарчик. К сожалению, я боюсь, что передержался. Ну-ка попробовать. Да. Я его потерял, а, к сожалению, он передержался. Это моя вина в данном случае. Не претензия к людям. А из-под низу-то острота. А ну-ка бульончик попробовать. Рафта всяких много здесь. Ну, и кусочек тофу, и как раз той самой недостающей части, которую мы еще не пробовали. Вот так. И вот пока я наливал бульон, к нам подошли и бросили какую-то такую штуку. Я спрашиваю, а это что? А это типа концентрат кокосового молока, чтобы совсем тебе том-ям напомнить. А то ты тут много раз про том-ям говорил. Я говорю, да это не обязательно. А это том-ямистые сливки какие-то. Поэтому сейчас для начала попробуем то, что я себе налил в ложку до этих кокосовых сливок, а потом почи еще попробуем. Вот они чуть-чуть подзагустились. Сравните вот с этим бульоном, который я себе чуть-чуть добавил до этого. Должен сказать, что том-яма-то напоминает где-то очень далеко. Почему-то очень сильный вкус кукурузы. Это не значит, что это невкусная штука. Это сын хозяина, поэтому он здесь себя так довольно расслабленно чувствует. Мне осталось попробовать малюсенькую-малюсенькую ракушку. То, что свежее, к бабке не ходи, это однозначно. Пока что самые большие вопросы у меня вызывают все-таки, как вот этот бульон соотносится с том-ямом. Каждый ресторан, в который я приезжаю, для меня он изначально хороший. То есть, я не могу про него ничего плохого сказать. Поэтому я всегда говорю о том, что вот мы приехали сюда, и мне сказали, здесь у нас том-ям, очень вкусный хот-под том-ям по тайским, значит, мотивам. Но, как бы ресторан себя не пытался зарекомендовать, если то, что они обещали, отличается от того, что нам подали, вы всегда об этом узнаете. Креветочку попробуем. Вот она и креветочка. Ну, тут по свежаку вопросов быть не может. Благо, чистится она в 5 секунд. Кокуль, судя по всему, и нету. Видимо, они у них где-то выдерживались. Чистенькая спинка. Слушайте, это хорошо. И заценить саму креветку. Кстати, здесь есть соус, как обычно, рыбный с чили. У нас их даже три такие плошечки. Потому что креветку замороженную, либо там размороженную, короче говоря, я отлечу на раз. Это свежая. Одного укуса достаточно, чтобы сразу понять, была креветка когда-то заморожена или нет. С рыбным соусом. Да, это очень вкусно. Скорее всего, креветок они берут немного, но хранят их во льду. Это не будут замороженные креветки. Они останутся, действительно, как будто бы вот только-только пойманные. И, ну как сказать, вот прям на лоточке положены и в холод опущены. Мы так кальмаров как-то хранили. И у нас, по-моему, порядка 48 с лишним часов кальмары пролежали. И я их не смог отличить вообще вот по вкусу, когда потом пробовал от реально свежих, только что пойманных. Вот поэтому ледяная крошка это лучшая вещь, которая для хранения вообще морепродуктов существует. Что ж, из этого всего осталось попробовать и ноки, и бекон. И вот так вот вместе с кусочком чили, да в супчике поваля. С хорошим количеством бульончика. И ноки с беконом, как всегда, классика. Это хрустящая штука с мясным привкусом. Это неплохо, это отлично. Вы знаете, мы вот этот вот хот-пот сейчас, тайский хот-пот по типу том-яма, разобрали прям вот досконально. И придраться к нему, в общем-то, я не могу. Потому что это вкусно, это много, это одному наестся, и это дешево. У меня одна единственная претензия, что ничего общего с том-ямом этот хот-пот не имеет. Хотя написано, что это тайский хот-пот. Я спрашиваю, а тайский, может быть, это раз хот-пот, то и по том-ямистым, значит, мотивам сделан? На что мне говорят, да, да, именно. Именно по том-ямовским мотивам мы вот сделали его. Но здесь вот люди любят немножко по-другому, поэтому мы его переначили. Робк за кадром попробовал и говорит, так, дружище, это почти то же самое, что в корейском ресторане. Мы вот 7 уровней остроты пробовали, где прям действительно подается один и тот же хот-пот, просто 7 уровней остроты. Вот ссылочка сейчас здесь появится. И вы знаете, я с ним отчасти соглашусь. Не соглашусь полностью, потому что мне кажется, здесь все-таки немного другой вкус. Потому что здесь не присутствует ни лайма, ни галангала, ни лемонграса, ни королевского устричного гриба, ни томата. И, честно говоря, вот действительно странно, как вот так получается, что это можно называть. Правда, они не пишут здесь нигде том-ям. Это в личном разговоре они сказали, да, это по мотивам том-яма. Ну, по мотивам том-яма, ну, хотя бы парочку из этих основных ингредиентов-то нужно, наверное, добавлять. Ладно, сейчас спросим у хозяина. Хозяин, извините, застеснялся. Парень молодой, 27 лет, и он здесь работает с женой. Я у него спрашиваю, а почему же все-таки получился-то у тебя, значит, такой вот том-ям, который ничего общего с том-ямом не имеет? Он говорит, мои родственники из Ханоя прислали мне фоточку и перечислили ингредиенты для вот, собственно, вот этого хот-пота, чтобы я здесь мог начать свое дело, вот что-то открыть. Но, когда он мне показал и перечислил ингредиенты, я смотрю, а там ничего вот этого нет, то, что я перечислял основные ингредиенты том-яма. Мы договорились так, что я приеду к нему и закуплю сам все ингредиенты для том-яма и приготовлю ему действительно том-ям. Чтобы он понял разницу между действительно хорошим том-ямом и между тем хорошим супчиком, подчеркиваю, хорошим, но ничего общего с том-ямом не имеющего. А мы переместимся сейчас в другой по соседству ресторанчик, благо здесь всего 20 метров, и попробуем уже долатовский специальный куриный хоспот. А вот мы и переместились, это уже можно назвать ресторанчиком небольшим. Называется он Лаугали Хэ, потому что это и означает, собственно, хот-пот с курицей. И сейчас мы заказали единственную здесь штуку, которую подают. Нет, здесь есть какая-то мелочевка еще. Их главная, собственная кухня преподносит вам свою гордость. Этот хот-пот, в отличие от предыдущего, стоит уже 199. Но это, правда, и рассчитано на двоих человек. И здесь поднавалено действительно всяких необычных вещей. Давайте-ка поковыряемся. Я так понимаю, сверху это куча жареного лука. Что ж, как раз-таки раскидаем его, отлично. Вешенки, я думаю, все их узнали. С курицей все понятно. Нарезали на такие действительно порционные кусочки. Куча лука еще такого. О, яйцо. О, пока что для меня остается загадкой вот эта штука. Такое впечатление, что это манго. Зеленый манго, который вот сюда вот они засунули. Значит, действительно необычная штукенция. Даже вареный манго я никогда в жизни еще не пробовал. Из дополнительных вещей здесь. Ну, как всегда, вот эту траву можно особо не трогать. Как бы здесь действительно невероятное количество. Что вот это, я не знаю. Ну, очевидно, чили это, понятно. А что вот это вот за соль такая специальная какая-то. Это, видимо, раз подается здесь, то, соответственно, это уже в плошку, в свою тарелку нужно накладывать. Ну, лапшу мы сегодня использовать не будем, я думаю. Ну, как бы зачем, да? Лапша это, чтобы желудочек набить. Хотя она и вкусная. Ну, вот, а травы сейчас немножко кинем. Это что-то типа базилик, что ли? Дай-ка попробую. Да, это он самый. Так, базилика куча. Давайте вот такой пучок небольшой закинем. Чтобы у нас чисто аромат какой-то появился. Ну, нет, пожалуй, побольше. Давай вот так вот. О! Пускай она тоже проварится. Ну, и подождем, пока курочка приготовится. Ну, если с основными ингредиентами здесь все понятно, это вешенки, курица, куча травы, которые мы добавили, значит, яйцо, ни одно даже плавает и так далее, то вот тот, который изначально овощи, я думал, я куснул, и подумал, что это манго, который зеленый, который отваренный. По крайней мере, мне так показалось. То нет. Это нам принесли вот такую дополнительную штучку. Это молодой бамбук, который мы уже пробовали, естественно, не единожды. Просто я его пробовал совсем растушенным, когда он совсем не имеет волокон, когда ты уже его кусаешь, и он прямо, знаете, расплывается. А вот здесь вот, в этом виде, во-первых, он не темный, он светлый, поэтому я его с манго и перепутал. А во-вторых, он такая хрустяшечка, что прикольно, потому что когда мне принесли, я такой, да какой же это манго, это пахнет слегка кисленькой какой-то штучкой и, очевидно, овощами. Теперь навалим уже конкретно ход пота. Какой-нибудь кусочек курочки. Вешенку зацепим полноценную. Яйцо с травой и, конечно же, кучу бульона. Здесь, ибо он должен быть самым главным ингредиентом. Для начала без вот этой вот самой навороченной соли. Здесь действительно очень много ингредиентов, это будет интересно. Это очень травяной, очень насыщенный. И вы знаете, по соли-то он уже неплох. Ну, к вешенку. Одну какую-нибудь. Вешенки грибочек очень нежный, он отлично сохранил свою хрустяшность. И вы знаете, в чем я сейчас облажался капитально? Потому что, когда я сюда шел, мне Туин говорит, ведь главная отличительность вот этого ход пота, который из Далата сюда приехал, это то, что это базиликовый ход пот. Да ладно? Да ладно? Это базиликовый ход пот, и ты должен, значит, вот это все положить. Я ложенул, я положил немножко. Но, честно говоря, и этого базилика мне уже хватает. Я представляю, что бы было со мной, если бы мы всю вот эту вот тьму, тьмущую базилика туда бы в ход пот положили. Теперь что же? Давайте попробуем прежде всего вот с этой солью. Я подкину так небольшое количество. И размешаем. Это очень вкусный бульон. Серьезно, вы от меня слышите это каждый раз, но, господа, поверьте, это каждый раз очень вкусно. И вот так вот, если с вешенкой вместе, такое впечатление, что прямо сейчас еще больше напитало соли. Это очень быстро у нее как-то происходит. Видимо, очень нежные грибы и быстро напитывает. Ну, яйцо ладно, здесь перепелиное. Господь бы с ним. Вот курочку хочется попробовать. Это мясные фитнес-куры. Жилистые. Пожевать. Я бы вот этот бульон подавал бы не с курицей. Я бы подавал его со свининкой. Либо с нежной говядинкой. Которая бы распадалась и была бы под стать тем самым нежным и шикарнейшим совершенно вешенком, которые в этом бульоне присутствуют. Сейчас попробуем раздобыть у них немножко еще огня, потому что нам не нужно, чтобы прям бурлило там на полчаса. А именно немножко огня раздобыть и закинуть туда максимальное количество базилика. И после этого попробовать, ну, я думаю, бульон и вешенки те же самые. Ну, и бамбук еще тоже. Вот мы попросили малюсенький кусочек еще этого жидкого спиртяги или как он там правильно называется. Не знаю. И вот теперь попробуем добавить сюда именно что. Ну, наверное, все-то будет перебор. Но вот так... Да у меня, считай, все и вышло. Смотри. И, Ромка, ты говоришь, еще мелиса здесь? Да. Сейчас узнаем, что у нас за вкус получится. И вот еще что. Здесь же, наверное, это тоже не зря вот так вот подано, чтобы это разрезано еще. Мы же должны это все сюда тоже выжать. Я в этом уверен. Косточки нам не нужны. А здесь они, смотрите, действительно вот так вот шляпку сняли. Это кумкват местный, очень ароматный такой лаймик, цитрусовый, симпатичный, интересный фруктик. Слушайте, я вот такого никогда еще в жизни не пробовал. Возможно ли это будет есть, я тоже не знаю. И вот смотрите, я правильно сказал, что они надрезали это неспроста. А неспроста они надрезали, потому что это в соль нужно выжимать. Я попросил дополнительные две плошки, чтобы с тем супчиком не мешать. Поэтому сейчас... Почему две? Потому что иначе не удержишь плошку, для того, чтобы поесть нормально. Сейчас попросим еще парочку кумкватиков, вот этих вот, для того, чтобы действительно сюда выжать. Но здесь реально миллион вот всякого. Вот я потому и подумал, что это кидается в супешник, а не разводится кумкватиком. Ну и теперь вот бульончик, да вот с этим невероятным уже количеством базилика, а также курочку, которую необходимо будет попробовать с тем самым... с тем самым вкусом. Ну сам базилик-то ладно, я уж не буду брать. Давайте бульончик побольше, вот так вот. И курочку нам осталось попробовать. Вот так вот. А теперь бульон с этим невероятным количеством базилика. А вы знаете, я лайм, который вот кумкват я выдавил туда, я его чувствую больше, чем базилик. Аромат сильно изменился у бульона. Нет. Ни в коем случае бульон не портит вот это количество базилика. Самое главное попробовать, конечно же, кусочек курочки с вот этим новоиспеченным, правильным теперь соусом. Вот серьезно, здесь столько всякого. Это интересно. Ну, я вот полноценный, единственный, наверное, мясной кусочек выковырил. Вот его вот так хорошенько изваляв-то, и попробуем. Вот так. Что это будет? Очень лай... Ой! Очень лаймово. Аж запершило в горле немножко. Я действительно очень сильно обвалял. Дело в том, что очень ядреная смесь. Это нужно касаться курочкой, значит, вот этой смеси, и тогда будет хорошо. Но вот вы знаете, та обычная смесь, которая здесь подается, это соль, немножко глутамата, с черным перцем все подзасыпано, и ты туда выдавливаешь тот же самый, значит, кумкватик, либо просто кусочек лайма. Не особо сильно это отличается. Ну, что скажешь? Слушай, да то же самое, что вот соль, перец, глутамат, только как будто бы еще таких кусочек специи добавили немного. Или куриный кубик, может, что-то такое. И вот вы знаете, действительно, вот мы с Ромкой сошлись во мнении ярко выраженного отличия между вот этим соусом с миллионом ингредиентов, который вот прям внутри здесь наблюдается, между простым, который я вон перечислил до этого, не находится. Здесь они навыпендривались. Я думал, что-то будет особенное, но нет. Этот хот-хот хорош, конечно же, и до того, как ты кучу базилика туда навалил, и после. Мне вот это здесь понравилось, действительно. Мне здесь особо не понравилась курочка, как она всегда нарезана. Вот я не устану повторять о том, что серьезно, они курицу как-то взрывают и на мелкие кусочки вечно ее режут. Почему я так показываю? Потому что ножницами режут, вот так вот. Поэтому у них и получается вечная нога, вот такие вот малюсенькие какие-то штучки. Ну, любят они погрызть, вместо того, чтобы действительно просто снять филе какое-нибудь или с ноги то же самое филе и положить уже вот тебе в хот-пот, чтобы полноценный супешник-то ел. В данном случае этого не получается. Мы сейчас вернемся в предыдущий ресторанчик, потому что здесь, конечно же, еще найдутся какие-то блюда, но это опять же будут хот-поты. То есть вот это заведение, это исключительно о хот-потах. А туда вернемся, потому что там есть еще попробовать чего-то. И вот вы знаете, что сейчас произошло? Оказывается, здесь персонал прекрасно разговаривает по-русски. Не то, что персонал, а администратор и хозяин. И, соответственно, мы уже все закончили, вот отсняли и хотели вернуться в предыдущие кафешки. И они такие, не-не-не, ребят, не уходите. Мы слышали, что о чем вы говорили и так далее. Поэтому, чтобы вам совсем все понравилось, вот вам еще маринованная говядинка. Под каким-то соусом невероятным, просто чтобы, я не знаю, для чего. Потому что мне, в общем-то, все понравилось. Я единственное, для чего докопался, это вот, наверное, до непонятного соуса и до, как обычно, взорванной, порезанной, точнее сказать, мелкой курочки. Давайте я попробую кусок. Здесь порезано, кстати. Очень сильно чесноком пахнет и томатами. Вот этот вот соус, можно, считай, на пиццу вот так вот в основу намазывать и будет вот то же самое, грубо говоря. Это очень чесночно, очень томатно. Чего-то еще сверхъестественного я не чувствую. Неплохая говядина. Поджаристая, слегка жилистая, но слегка именно жилистая, я подчеркиваю. Поэтому неплохо. И вот мы вернулись назад, там, где нам подавали типа том-ям, потому что они говорят, не одним пот-потом мы живы. Здесь у нас есть замечательная еще курочка с клейким рисом, а также так называемые местные пельмешки, которые называются баньбао. Какого размера в данном случае они будут, я не знаю, потому что они бывают прям вот такого размера и бывают довольно мелкие. То есть, а внутри может быть что угодно. Я не особо люблю их сладкими. Я люблю все-таки, когда там говядинка, свининка, там, пюрешка, картошка с лучком, например, да, вот это вот все, тогда это вполне просто, ничего не просив, показав на два плаката, заказали эти два блюда. Посмотрим, чем они нас удивят. И вот подоспела первое из тех блюд. Это полноценная куриная нога с соусом, кинзой и под кунжутом. И совершенно необычный для меня рис. Шесть штучек таких вот колобашечек голубого синего цвета. я спрашиваю, а как же так получается, как вы делаете такой цвет? На что мне тут же приносят вот такую тарелочку, значит, цветочков местного растения. Название вот здесь вот сейчас появится. И, собственно, отвар вот этой штуки выдает такой цвет. Что же, самое главное попробовать на вкус все. Вкуснем для начала необычные вот этой вот курочки. Слушайте, выглядит-то неплохо. А вот такого я еще не пробовал. И это здорово. Это не то, что здорово, это очень здорово. С таким соусом, который я даже себе и не представляю, с чего сделан, нужно будет вот хозяина попытать насчет вот этого соуса. Это как вот в том китайском ресторане, где я обещал, что, типа, выпытаю рецепт у китайского шеф-повара, и я выпытал. Кстати, кто не смотрел, если, не дай бог, не смотрели, то у нас дружба совместочка такая небольшая вышла, и вот здесь вот ссылочка обязательно появится на вот то самое видео. Я хочу узнать, как это готовится. Давайте резца попробуем. Отличается ли вкус синего, голубого, как хотите, так называйте, от обычного? Я не думаю, риса, честно говоря, за 39 тысяч здесь очень много риса, немножко курочки, а то, что это объестся, это однозначно. Один такой шарик съел рисца, и ты уже объелся. Это кокосовый рис с кунжутом, отличный по консистенции, приятно жуется, как небольшая такая жвачечка. Вместо вот этого объявления, что у нас есть шикарный хот-пот за 79, им нужно ставить о том, что у них есть отличная курочка с необычным рисом, кокосового вкуса рис, за 39. И еще вот эти вот пельмешки, или как их будет правильно назвать, баньбао, сейчас отведаем, если они такие же, как курочка, сногсшибательные, то им точно нужно менять рекламу, это однозначно. Горяченькие. Сейчас я одну штучку возьму. Почем они, кстати, а, они 9000 донгов за одну вот такую лепешечку. Она тягучая. О, ничего себе. А как же ее есть-то? Она приклеилась? А, нормально отрывается. Какое воздушное тесто. синтез. Интересно, что это внутри? Это как десерт уже, наверное? Внутри сладенькая помадка. Да, это десерт. Интересно, а это очень калорийная штука или не очень калорийная? Я тесто так особо не люблю, но это не совсем такое тесто, что ли, а очень воздушное, которое пропадает. вот эта помадка внутри а я не знаю из чего она у меня никаких ассоциаций когда я сейчас пробую не возникает как десертик действительно вот такие вот три штучки с мягким вот этим тестом съесть да это здорово завершить вот такую трапезу как у нас сегодня было значит ход под потом курочка и вот значит вот эти вот три баньбао сладкие это неплохо что можно по итогу сказать про сегодняшний ход под и конечно же первое местечко и порадовала вкусом и разочаровала одновременно потому что ничего общего конечно с том я вам это не имеет но тем не менее мы договорились с хозяином о том что я приеду на его кухне вот она уже закрыта приготовлю ему конкретный том ям я закуплю все ингредиенты приеду и приготовлю может быть после этого у него что-то изменится хотя и не уверен потому что здесь том ям не то чтобы особо популярен но тем не менее почему бы и нет пускай будет знать как готовится том ям потому что приготовить настоящий том ям по фотке родственника который прислал тебе это из другого города это и пересислили в какие-то ингредиенты действительно довольно сложно по поводу второго ход пота добавить в общем-то ничего это вкусный ход вот независимо от количества базилика который это таки даешь это было неплохо и очень вкусно единственное разочарование в самом месте потому что серьезно ход потошная и без вентиляторов это странно у них всегда есть персональные вентиляторы которые тебе вынесут значит напольные такие вот пожалуйста вот он не будет тебе дуть но должны быть и какие-то сверху чтобы какое-то движение воздуха было я там взмок вообще невероятно сегодняшнее приключение мне понравилось серьезно это здорово это местный колорит и вот когда я забуриваюсь вот в такие вот места и показываю как это реально происходит я думаю что я как раз и не приукрашиваю и не уменьшаю а показываю именно как она есть поэтому я надеюсь когда вы сюда приедете вы не будете чем-то невероятным удивлены или наоборот чем-то невероятно разочарованы поэтому welcome как говорится в местную культуру ну а с вами был константин для подписчиков костян всем пока это не значит что это не вкусная штука здорово тоже хочешь давай вместе поедим так бери эту самую плошку наваливай себе я от ким самую я я я плываю тебя говядинки у меня претензий нет они за спиной стоят да не ну просто а то знаешь он сейчас достанет такой так ты типа чё говоришь притормози а